Должно государство, но требует с людей. Ольга Павловна более полувека работает на станции переливания крови. Денег едва хватает и когда подорожал газ, одесситка решила оформить субсидию. Но оформить и получить это две большие разницы. Оформила я ее в 2016 году, в апрель месяц. И мне назначили в размере 513 гривен 34 копейки субсидию. И в том числе на Одессгаз с этой суммой 473 гривны 84 копейки за газ. У нас отопление АГВ. Но эта сумма ни разу никуда не поступила. О чем говорит моя распечатка. Я взяла с Одессгаза, взяла распечатку, поехала. Зато газовщики прислали письмо счастья. А в нем счет. Тысяча гривен и требование погасить задолженность в сжатые сроки. Я тут же побежала, быстро уплатила. Я человек законопослушный, пенсионер. Зачем же мне собирать? Но потом дочка говорит, мама, за что ты платила? Я говорю, сейчас я пойду узнаю. Пошла я на Пироговскую в свой обонадел. У вас ее забрали. Кто забрал? Иду туда на Адаре аж под мост. Говорю, дайте мне распечатку, куда делись мои со счета деньги. Это управление соцзащитой. И не вы первая. Вот что она мне, да. Почему забрали? Последней каплей стал телефонный инцидент. На Пироговской 7 и так не очень любят общаться с недовольными, но настырными абонентами. Но в этот раз вышла совсем уж по-свински. Короче, городской телефон, видно, положила и говорит с Леной, с той Еленой Александровной. Лена, к тебе госпожа Абдулаева. Ты хочешь с ней говорить? А та ничего не отвечает. Эта мне берет городской телефон и отвечает. Ее нет на работе. Я говорю, женщина, извините, вы с кем сейчас разговаривали? Кто не хочет с госпожой Абдулаевой говорить? Вы понимаете, до чего доходит? Она уже не хочет. И вот после этого вы позвонили? И тут же я на работе, тут же перезвонила вам. Меня это так возмутило, это ужас. Раз такое отношение, едем сразу к начальству. В управление социальной защиты Приморского района. Здесь ситуация прояснилась буквально за 15 минут. Составляются, начисляются субсидии, составляются реестры, передаются в бухгалтерию. Мы складываем отчет, составляем по каждой организации, по видам услуг. И дальше подаем в департамент, в департамент министерства. Потом идет, когда финансирование, так же самое мы оплачиваем то, что было начислено. И вот тут начинается самое интересное. Частные компании-поставщики, зная, что должно государство, вписывают эти суммы в качестве долга абонента. А с долгами субсидия не светит. Наши организации, Одесгаз обычно, Инфуксводоканал, злоупотребляют этим и выставляют несвоевременно полученные суммы субсидий, то есть бюджетное финансирование, долгами населению. Мы пытаемся им объяснять, что это делать нельзя. Это не долг человека, это долг государства перед организацией. В данном случае наши телезрительницы посоветовали не принимать косвенные наезды газовщиков близко к сердцу и платить строго за свое. Если у человека, организации подают список о том, что у него есть задолженность, то с моего месяца, пока задолженность свободна, пока задолженность не погашена, мы не имеем права назначить субсидию, по закону так. А человек должен нам предоставить квитанцию, либо, допустим, какая это ваша задолженность, это не ваша задолженность. Как всегда, все дороги ведут в Киев. Проблема нашей телезрительницы – это не единичный случай. Но, возможно, после нашего визита на местах к людям начнут относиться более трепетно и терпеливо. И снова старый жилой фонд. И вновь мокрые стены, текущая крыша и дырявые водосточные трубы. В центр защиты одесситов обратилась Ольга Андреевна. Бороться за сухие стены в своей квартире она начала много лет назад. Жек кивал на соседей, те отвечали взаимностью. Мы начинали судиться и с жильцами, и с Жеком одновременно, чтобы они между собой разобрались. Но она заглохла, потому что даже мы сделали экспертизу убытка. То есть сколько надо, даже заплатили деньги, потому что была экспертиза. Суд потерял эти документы. И все откладывается до бесконечности. И иногда уже устаешь, думаешь, что буду жить уже хоть спокойно. Но потом опять начинаем. То есть периодически мы начинаем вот эти вот истории. Об этом году весной говорили, вот будет лето, что-то будем делать. Но не судьба. После многочисленных жалоб во все инстанции одесситки прислали ответ. В нем чиновники пообещали провести полноценный ремонт в следующем году. И то, если получится. Делать по плану капитального ремонта. Когда этот капитальный ремонт нам назначат. А сейчас же зима. То есть, ну что мы сейчас, опять же будем всю зиму затекать. Вот такой вот ответ. Так что мы, может быть, выпросим у них этот ремонт хотя бы. Крыши и труб, крыши и стоков хотя бы. Последний капитальный ремонт этот дом видел еще при Союзе. С тех пор более не менее серьезные работы проводились 10 лет назад. Как ни странно, это лишь усугубило ситуацию. Серьезно, мы правильно поздали. А там они ремонтировали в 2006 году, я ее еще 8 лет, президент. А сколько? Да, и до сих пор посадили, они неправильно посадили. И вода вся идет сюда. Видите, вот там посадили, правильно. А здесь неправильно. И вся вода идет в квартиру. И на второй этаж. Второй этаж, затапли первый этаж. Жильцов, Лазарева 5 к вам привели. Видели ваш ответ. Там они обращались к депутату местному. В итоге сказали, что в 2018 году постараются внести в титул капитальных работ. Вы строили, действительно, ситуация очень тяжелая. Людей уже потолкет. Мы выходили там неоднократно, видели вы эту ситуацию. Я думаю, что в 2018 году мы попытаемся это все отремонтировать. Это касательно крыши, да? Нет, не только крыши. А водосточные трубы хотя бы? Ну вот же, если вы читали ответ. Там же написано, водосточные трубы и также лестница. Выделили галерея, лестница и все остальное. А когда решается вопрос о внесении в список капитального ремонта? В каком периоде времени? В этом году будет решаться самое, чтобы его включить в титул. Обычно это осенью происходит, на весну, да? Осенью, на весну это райадминистрация, да? Этим вопросом зависит? Нет, думаю, ЖКС готовит эти документы, ЖК подает. А этот дом будет подан, уличный? Я думаю, что да. Если сейчас вот осень, будут дожди, пока не будет капитального ремонта, у людей будет затекать. Как-то временно хотя бы спасти ситуацию, чтобы у них ремонт... Ну, то, что мы можем сделать, чтобы не затекало, это естественно, что мы сделаем. А, например, что предполагается сделать? Ну, что, если там где-то на кровле, возможно, устранить, устраним. Коммунальщики пообещали внести этот дом в список на капремонт следующего года. А пока на неделе должен прийти мастер, чтобы оценить риски осенних ливней и разработать план экстренных мер, дабы за год ожидания ситуация не стала хуже. Надеемся, он более серьезно отнесется к своему делу, чем его коллеги 10 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин